Вообще я хочу сказать, что мы по субботам вместе с метрополитеном делаем совместно такие объезды, где, в общем-то, посмотрим и строительную часть, и будущий, как будут эксплуатироваться, но и большая работа ведется, 20 денежек. Несколько слов скажите об этом. Ну и третий пересадочный контур, мы рассматривали разные варианты движения, движение по кольцу, движение по кордам, и здесь сложно размещается депо, которые должны обслуживать третий пересадочный контур. Но хорошо, такие площадки сейчас найдены, и они тоже находятся в работе для того, чтобы третий пересадочный контур, он максимально был, и площадки эти приближены к нему, не на большом удалении, а буквально совмещены с расположением третьего пересадочного контура, и движение по кольцу, оно существенно позволит повысить и интенсивность движения, ну и сделать это движение более экономичным. К такому варианту сегодня мы пришли, и этот вариант будет реализовываться. А сколько депо будет обслуживать третий пересадочный контур? Да, это минимум три депо, которые будут обслуживать третий пересадочный контур. Сейчас найдена площадка, это бывший завод Войтовича, и это будет Нижегородское депо, обслуживать восток, значит, третьего пересадочного контура. Мы должны переориентировать депо за Москворецкое, сделав замену его, и развивая площадку в Братеево, чтобы и юг третьего пересадочного контура тоже был задействован через эту площадку. И третье депо, вот сейчас рассматриваем, обслуживание западного участка, запада и северо-запада. Пока смотрится депо Фили, которое должно в этот контур вписываться, и рассматривается, как организовать выход на это депо. Вот пока три площадки, которые будут работать на третий пересадочный контур. А какие поезда здесь будут ездить? Что-что? Какие поезда здесь будут ездить? Проведены ли уже торги? Значит, торги не проведены. Это в этом году мы должны провести торги на закупку подвижного состава с 2014 по 2020 год. Сейчас готовится документация. Эта закупка будет осуществляться на принципах жизненного цикла. То есть поставщики подвижного состава будут нести гарантийные обязательства за его работоспособность и надежную работу на всем сроке службы на протяжении 30 лет. Чего сегодня нет, гарантия идет в течение двух лет, а дальше эксплуатационники, так сказать, обеспечивают надежную его работу. Вот на этих принципах будет осуществляться поставка подвижного состава. Когда торги планируется объявить? До конца года мы должны торги объявить. Отвестны, что поездов нужно что-то обслуживать? Да, сейчас уточняются цифры, потому что возникают новые присоединения. И первоначальные объемы перевозок уточняются в связи с новыми присоединениями к этому контуру. Поэтому идет сейчас колебание вот в этих размерах движения, в зависимости от пассажира потока, от 30 до 40 пар должно быть здесь организовано движение. Эти цифры сейчас уточняются. Спасибо. 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 Спасибо.